А самое приятное, что наш потребнадзор это не только важная актуальная информация, которая помогает экономить семейный бюджет и выбирать качественные товары и услуги. Те, кто эти знания применяют, могут и подзаработать. Скажите, пожалуйста, на какую сумму вы совершили покупок сегодня? 6,950. 6,950. Я предлагаю вам сыграть на эту сумму. Я буду вам задавать 5 не самых сложных вопросов, как мне кажется. За каждый правильный ответ я вам буду возвращать 5-ю часть ваших покупок. Вопросы все посвящены сметане. Первый вопрос. Минимальная жирность сметаны 10% или бывает меньше? Бывает, но в основном 10%. Обтекаемый ответ. 5. 10. Минимальная жирность сметаны 10% правда или нет? Да. Это правильно. Вот. Она выкинула вас. Я буду молчать. Следующий вопрос. Сколько сосков на вымени коровы? 5. 5. 4. Или 6. 4. 4, да. Готовы дать ответ, да? 4. Поддерживаю. Это правильно, да. 4. Вопрос номер 3. Есть на прилавках здесь в магазине просто сметана, а есть термостатная сметана. Правда ли, что термостатная сметана полезнее? Нет. Мне кажется, обычная сметана лучше. Знаете ли вы, что такое термостатная? Ну, которая прошла обработку. Внешне она как-то отличается? Вот вы открыли две сметаны. Одна термостатная, другая не термостатная. Вы такие, о, это термостатная. По-моему, обычная, по-моему, жижа. Да, термостатная погуще. Обычная сметана, да, но обычная полезнее. В итоге термостатная сметана полезнее обычной. Правда или нет? Нет. Нет. Это правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. Видишь, какая умная тебе. Пойдете сейчас по магазину увидеть и термостатные йогурты, и термостатные сметаны, и простокваши. Их просто кладут в емкость, и там они созревают в емкости. То есть обычная сметана созревает в емкости, например, 200 литров, а термостатная в маленькой емкости, которую вы заберете с собой домой. Просто чтобы обычную сметану разлить потом по баночкам или йогурт, их надо немножечко взболтать, чтобы они потекли, и они уже не станут такими густыми. А когда они в вашей индивидуальной упаковке созрели, то этим взболтыванием занимаетесь уже потом вы у себя на кухне. И все. Ну, пользы одинаковые абсолютно. А теперь максимальная жирность сметаны. Вот правда ли, что она достигает по ГОСТу 58%? Правда или нет? Нет. Такого не может быть. В магазине мы сколько видим обычно? 25. Максимум. Но означает ли это, что невозможно сделать больше? Мне кажется, нет. В Германии есть сливочное масло 52%, оно называется бутербродное. Нет, такого не может быть. Не знаю, поможет ли это вам чем-то или нет. Ну, я думаю, нет. Наверное, помешалось? Нет, не мажется быть так. А, ну, сливки, да, масло, наверное, варятное. Масла нет. А при этом сливки могут быть, да? А сметана это что такое? Это? Ну, это и есть сливки. Ну. Да, то есть сметаны не может быть, а сливки могут быть, при этом сметаны это сливки. Так, сейчас я... Нет, нет. Хорошо, давай, может. Не может. Не может? Ну, тогда она будет как масло. Ее тогда резать, что ли, можно будет? Сметана это скисшие сливки, только им не говорите. При этом они говорят, что сливки могут быть такой жирности, а сметаны не может быть. Мне кажется, не может быть. Ну, ответ на поверхности, как сливки. Никто не знает. Ну, ладно, говори не может. Не может. Итак, жирность сметаны 58% такой не бывает. Не бывает. Не бывает. Бывает. Ого! Ну, это что тогда, как масло, что ли? Ее можно сделать даже больше, но 58% это такой максимальный порог, после которого, если вы возьмете сметану, такую, 58% жирности, поставите ее к себе в тележку, и она проедет вот так несколько колдобин, она забьется в масло. Я об этом и говорю. Поэтому больше не делают. Я могу задать вам очень сложный вопрос. И вы заберете тогда десяточку. Давайте. Если мы на него ответим, а если нет, а если не ответим? Если вы не ответите, ну ничего не заберете. Сливки можно взбить, и получится сливочное масло. Но останется жидкость. Эта жидкость, она называется пахта или она называется сыворотка. А кто, значит, такое пахта? Из творога обычно сывороткой, да? Значит, из сливок будет вот пахта. Наверное. Наверное. Ну, я тоже так думаю. Ну, раз у вас такое единение, наконец-то, то это правильный ответ. Да, ура! Да, здорово! Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди... Пабам! Все честно! Все честно! Трустая кличка! В Риве бывает, конечно, смотрим. Но интересно же, смотришь, идешь в магазин, вспоминаешь, что сказали по телевизору, что брать, что не брать, да. Но чтобы прийти, купить хотя бы что-то лучше, чем в два раза дороже.